что с ним такое отверстие странный привет извините там был диалог какой да с мужчиной общались по второй мировой и что ты про нее знаешь началась 1 сентября 1909 спровоцировал немцы или пальцы или поляки и начала кто-то виноват начали немцы виноваты что напали или польша заиграла себе на дело напасть но тут я не могу не рассудить ну кто виноват начале боевых действий немцы или поляки но в данном случае если мкается факт агрессии то это немцы что там творили поляки я не знаю то есть немцы виноваты не поляки да допустим но тем не менее поучаствовал вместе с гитлером в разделе чесловакии но поскольку не отдала данцевский коридор все-таки вынудили поляки вынудили они заигрались не вынудили гитлера начать вторую мировую войну именно с них почему и началась война 1 сентября 39 года именно с польши она казалось не сговорчивый то есть вас ну идите я еще раз говорю если считается от акта агрессии то виновата германия но может ты согласен со словами путина что поляки спровоцировали немцев я не знаю что там было я настолько сильно не углублялся так что ты про второй мировой ты говорил нет мы начали с мужчины обсуждения по поводу вот это польша и плавно переходили к велико отчетственной войне ясно что раньше произошло пречица польши сбежала с паближ или советский союз напал на что что раньше произошло пройти 100 польши покинула территорию польши или советский союз напал на польшу я думаю что скорее всего нападение советского союза то есть советский союз вынудил поляков отступить ну в конце концов да то есть советский сезон был сговоре с немцами ну произошло разделение территории сговор был я не назову это сговором почему аппарат почему они договорились после потом что разделяет польшу советский сезон забирайте финляндии литву латвы эстонии бессарабии что собственно говоря советский союз течение двух лет и сделал ну кроме финляндии там хотя уже все забрать а что произошло 28 июня 40 года что-то эти два два года то есть 39 по 41 утра промежуток его счет не углублялся а это нормально потому что ты из россии у вас кольца рассматривать второе мировое и рассматривать только на момент нападения немцев когда сталин спровоцировал гитлера ну да ты но то читал для гитлера была основной моментом воды черного моря европатория турции он держал турцию на нейтральном статусе несмотря на ее подписание договора с великобританией взаимопомощи и вместо этого хоть и советский союз также имел натянутые отношения с турцией он вел с ней отдельные приговоры вне информации гитлеру о том чтобы они разместили там свой флот флот гитлер ничего не знал это сочли как анти немецкие подрывные действия плюс ко всему советский союз несмотря на договоренности потянул максимальное скопление войск границам с германией значит это делать еще за полгода то нападение и еще просто не оставалось кроме как напасть на советский союз тот момент когда у него была полная страна великобритании и они запнулись в африке поэтому это было этого была вынуждена нападение то есть вы хотите сказать что в нападении важно в германии я не были на мы не были на это ли они позже просоединились но это я просто как назвали так и продолжил то назвали но большая часть земли никто не называет их только в россии называют знаешь почему как рабочая партия германии называлась полностью расшифровка да рабочая партия да как правящая называлась национал-социалистическая рабочая партия немцы были социалистами по своей структуре и на официальном уровне поэтому советском союзе они германии называли фактской моменты агрессии по той причине что если они назвали это национал-социализм советском связи был также социализм только у них это было по классовому признаку было деление у немцам было повсевдорасового вот и вся была разница и называть немцев войну с на германия это нужно было признать что социалисты социалистами что-то не поделили а их методика их методология их методички их пропаганда рассказывал что все социалисты равны и дружны это просто разрушила бы всю идеологию советского союза это бы разрушила само государство изнутри еще раньше времени поэтому они назвали потому что к социализму не имели никакого отношения на не наоборот его отвергли ну мы так и не закончили то есть вы хотите сказать то что в нападении германии на ссср виноват с до спровоцировали как ты думаешь почему через пять дней только финляндия объявила войну советскому союзу даже не знаю потому что за два дня до этого советский союз атаковал финляндии как только началось нападение вся верхушка уехала в тыл все верхушка уехала в тыл раскрыли документы потому как нужно было действовать и там было расписано нападение на финляндии и начали апрелся обстрел согласно методичкам поэтому тут еще главный вопрос кто как кто виноват в нападении на советский союз сам советский союз или немцы привет флаг украинский вижу прикинь серьезно очки отделка рассмотреть на церковь наконец-то полезно смотри я просто полезно очки одевать почему почему очень многие украинцы перестали вешать за спиной флаг вот ты вот первый сегодня попался у кого флаг может закончились может быть кто знаешь за почти за два уже года уже даже больше одни все расписаны вооруженных солдатами поэтому так закончились украинцы такое под такое показывает а смешно пошли тебе говорю про флаги бывает я привык все русские такие но больше о чем-то говорить будем давай поговорим политика история война затем россия напала на украину расширение территории путин подтвердил отец 250 какая-то погоди заключается в расширении территорий естественность это это устаревший признак и чувак у вас из от 95 года постановление российской академии то есть ты сам выдумал сейчас об этом он российской академии наук слушай может не прочитать какую-то лизать и несменяемость платит тоталитарный режим ведения вон как средства решения межгосударственных проблем не оправдание войн пожалуйста все государства ведение войн все фаши государства за всю историю так и иначе расширяли территории с помощью войны не понял я понял италия япония северная корея советский союз и они пытались расширить территорию как возникшие 20 веке поэтому они все собственно говоря к этому и стремились сейчас российская федерация то же самое государство по типу как и северная корея пошел и пошел тяще не понимаешь это не понимаете почему хочешь давай поговорить политика история войны ну давай про ситуацию с муж даже такой международный уголовный кто муж международный уголовный суд и шо там ну на метаньяху хотят завести уголовное дело говорят что оказывается по поводу ну в палестине мирных людей женщин как дело называется ты не в курсе что ну как дело называется давай так читаем и ты 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 почему стрелу тарис даньяху почему это какая новая отчего 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 крови какой даты тебе интересует нет какие новости что за источник но мусс вышел же был же видео где выходил прокурор муж заявлял видео или ты не ведет какое видео видео где прокурор мусс стоит и говорит ведь они интересуют такие глобальные что говорит ты можешь дальше подожди я живешь открываете запоминать должен все но так я же не джиган чтобы помнить всю историю к судя мусс обсудят выдачу логеров против лидеров израиля и хамас их вывинять в нарушении обычаев и не военным ценях у напомню что-то основан после холкостей ордена станут произволом исторического масштаба так вот об этом заявивали международный главный суд а добивается ордеров на арест лидеров хамас и янхи инвар и премьер-министр израиля меня у меня нетаньяху в обвинениям военных преступлениях и преступлениях против человечества об этом заявил главный прокурор суда карим хан в эфире 7 а дело открыто но не добиваются пока добивается открытия дела дальше не скажу я же не сказал что уже открыли я сказал что есть он хочет сразу открыть дело и на неганьяху и на хамас и на хамас чтобы потом решить кто из них неправ не на двоих раз уже чтобы оба были виноваты чтобы оба виноваты то есть этот этот тренировок конечно вопрос тогда почему россия поддержит хамас не знаю пусть и у людей же из россии как так это может россия поддержит хамас на который открыто дело из международного судья пытается открыть не открыты же еще добиваются только пытается что-то прочитали с тобой тяже и об этом исправился но как ты относишься к тому что поддержит израиль который я просто походе не на зеркалить не моего жду я тебе задал вопрос я хочу сначала ответ в этом отведу давай как ты относишься к тому что россия поддержите российской организации хамас на которые собирается и признать террористами да но кроме вас масс хамас то признал и так так хамас то считает террористами хамас признали знающий и непризнающих хамас терапевтическими организациями так читаем грузите и прочитаю я тебе подскажу я сам прочитаю не надо меня не надо меня подгонять так кто считает хамас террористами так вот регионы и не признающие у нас стране хамас не считается технической организации я не говорю что у вас считается не считается я сразу сказал что у поддерживали террористическую организацию хамас на клювесе мы их не признаем почему почему мы потому что вы это понятно но почему вы поддерживаете террористическую организацию хамас которые собираются на которые собираются открыть уголовное дело уголовном суде причем в подле вопрос задал ответ на вопрос подойдет и сравниваешь получается что россия поддерживает хамас на которую ты умаешь от тебя завести уголовное дело паша тем почему не лезть не в тебя и душа тема течение на моем россии почему россии поддерживающие ответил на мой вопрос может ответ на задать вопрос еще раз почему россия поддерживаю организации на которой международном уголовном суде собирается открыть дело попозже так стать означали это ты потомочек по ней это можно сушаться не волнуйте муж сша поддерживать израиль на которых муж хочет есть уголовное дело а израиль от сша хочет ввести санкции на мы здесь связь сша не поддерживает израиль сша для сша израиль это их стратегические партнеры не поддерживает иногда ты меня не слышишь да давай тебе почему же выключу видим окна ты отновременно со мной говоришь ты меня сбиваешь видимо тебе сложно услышать что я тебе говорил я повторю уже наконец-то без звука чтобы можно было сказать без запина не сша не поддержит израиль для сша израиль это их стратегический союзник у них альянс израилем это их союзник в случае если кто-то на израиль нападет либо на соединенные штаты нападет если нас один и штатом нападет то израиль их поддержит Если на Израиль нападут, то Соединенные Штаты их поддержат. Поэтому это не поддержка, это союз, это военный союз. У России с Хамасом нет военного союза, ты все-таки пытаясь от этого вопроса уйти. Отношение к тому, что Америка что-то поддерживает или что-то не поддерживает, совершенно не играет роли. Есть факт того, что Хамас, это российская организация. Есть факт, ты сам пытался найти, кто признает. Ты нашел, кто признает, хотя ты прекрасно слышал, что я сказал, что Россия не признает. Но вопрос, что я делал, абсолютно другом. Почему, по твоему мнению, Россия поддержит организацию, на которой в Международном уголовном суде собираются открыть дело? Без переходов о том, что а эти, а там. Конкретно почему Россия? Потому что Россия не считается там астрологической организацией. Мы сейчас не говорили про теоретическую организацию. Ты только сказал до этого. Нет. Где ты начинаешь? Давай еще раз задам тебе вопрос. Хамас, ты видимо, тебе нужно еще раз его задать. Почему Россия поддерживает Хамас, на которой в Международном уголовном суде собираются открыть дело? Потому что Россия это выгодно. А, ну то есть, я понял. Окей. На кривиш несложно было ответить. Подожди, 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 подожди. Ты, конечно, очень сильно тоже. Тебе давай еще раз повторю. Давайте еще раз повторю то, что я сказал. Ты меня послушаешь. Ты свой ротик сделаешь на ноль. Вот так вот. Смотри. Сделай вот так вот, ротик. Минус сделай, я тебе отвечу. Потому что для Израиля, для Соединенных Штатов Америки, Израиль это их союзник. Военный союзник. Я это тебе говорил уже два раза. Это третий раз. Но, видимо, ты очень сильно этого не можешь услышать. Но это нормально. То есть, Россия фр... государство, поэтому поддерживает Хамас. Я тебя понял. Ты сказал, ты сказал, что они не союзники. Я говорю, что они союзники. Ты сказал, что они сателлит США. Сателлит это ты сказал. Когда я говорил одновременно со мной, начал меня перебивать. Я тебе говорил про союзника, а ты сказал слово сателлит. Не, ну, я реально должен... Хамас. Я тебя Hunки. Я съю. Пошли наверное кушать.